бонди и мои дорогие подписчики что значит на португальском доброе утро в этом ролике я вам расскажу эффективные движения по укреплению мышц кора значит первое это три основные такие факторы первое это регулярность второе упражнение должно вам доставлять какое-то удовольствие или осознанность то есть это не должно быть быстро скоро лишь бы отметить что вы сделали упражнение в этом тоже заключается эффективность упражнения и третье это правильность исполнения упражнений когда мы делаем это упражнение мы должны чувствовать каждую каждый сантиметр наших мышц которые напряжены то есть не делать в стиле качелей на инерции пытаться поднять ноги вверх вниз то есть желательно чтобы мы когда поднимали ноги и опускали мы все время контролировали это своими мышечными усилиями то есть это не должно быть раскачивание в виде качелей хочу напомнить что такую тренировку нужно проводить два раза в неделю минимум ну и в общем по сути приступим к первому упражнению которое самое такое простое эффективное это поднятие висе но 180 градусов поначалу если у вас не получается делать я покажу можно делать не выпрямлены ногами а с согнутыми коленях но сначала я покажу так как должно быть это конечно делаем по 10 12 повтор не менее 10 повторов желательно можно чтобы не было а а а и а и 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 Залейте, что подъем ног может осуществляться чуть быстрее, чем в опускании. Стараться стремиться к более статичному движению. То есть это более замедленный подъем и еще более замедленное опускание. Можно в дальнейшем практиковать статическое замедление. Подняли ноги и держим так. Опустили на 45, держим. Еще 45, держим. Но это в дальнейшем можно разнообразить в этих брошей. Теперь я покажу, как можно делать то же самое с согнутыми коленями поначалу. Если не получается с прямыми ногами. По сути это то же самое, только согнутые ноги. И у вас будет вот такой брез. Таких делаем мы 4 или 5 подходов. В зависимости от настроения. Бывает хорошее настроение, можно еще сделать. По 10-12 повторений. Затем, когда мы сделали таких 4 подхода, мы делаем небольшой перерыв. И можно перейти к становой тяге, так называемой на турнике. Так как здесь турника нету, мы можем импровизировать с вот этими металлическими конструкциями. Становая тяга на турнике это в принципе та же становая тяга, которая осуществляется со штангой. Только мы ее делаем вверх ногами на 180 градусов и создаем это же напряжение мышц не штангой, а своим весом, который нужно будет поднимать по вертикали вверх. Тоже микширует. Но единственное, что повторы могут варьироваться от 8 до 10. Если поначалу это тяжело очень получается, можете делать даже по 2 повтора начинать, чтобы отработать технику правильного исполнения. Да, в конце, после того как мы закончили, вообще я рекомендую еще продолжить занятия со спинными мышцами. То есть это мышцы перед позвоночником. Сделать несколько подходов на гиперэкстензии. Если гиперэкстензии нету, можно использовать просто ровный пол. Это делать лодочку. Можно лодочку делать, плюс отжимания от пола с выворачиванием спины в дугу. Вот это у нас лодочка. Вверх. Можно делать по времени чуть дольше, так это вам будет комфорта. Но это в том случае, если у вас нет гиперэкстензии. После которой, в принципе, вот эту растяжку спиной можно тоже сделать. Вот это одна из моих новых локаций. Сан-Петро-де-Муэль. Это такая площадка. Детская площадка. Тут сразу и трава, и парк для отдыха, и тренировки, и тренажеры для молодых и для пожилых людей. А дальше мы после тренировки идем на океан, который вот там, сзади меня. Все. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. Чао. Пишите в комментариях.